Канал Игромании. Подпишитесь, или нас заменят на роботов, а редакция спешит уточнить, что мы верны нашим железным повелителям и очень довольны условиями эксплуатации. Игромания представляет итоги недели. Программу о самом главном, что произошло в игровой индустрии и культуре за минувшие 7 дней. Смотрите в этом выпуске. Fortnite Battle Royale заработала свой первый миллиард. По слухам, сиквел God of War уже в работе. Разработчики Star Citizen перестали возвращать людям деньги. Обо всем этом и многом другом уже через несколько секунд. Амбициозный космический симулятор Криса Робертса Star Citizen создается в основном на деньги игроков. Благодаря продаже наборов доступа, премиум подписок и дорогих космических кораблей на счету студии уже скоро наберется 200 миллионов долларов. Однако в ближайшее время приток денег может замедлиться. Игроки обнаружили, что студия больше не возвращает средства недовольным вкладчикам. Как выяснилось, в июне 2016 года очередное изменение пользовательского соглашения убрало все упоминания о рефанде. До прошлого декабря студия возвращала платежи, если игрок выдвигал требования в течение 30 дней после покупки. А теперь все запросы остаются без ответа. Один из игроков обратился в суд мелких тяжб США, и 13 июля был объявлен приговор. Клауд Империум Геймс имеет право не возвращать деньги. Геймдизайнер Дерек Смарт заранее предсказал исход судебного разбирательства. У себя на сайте он старательно протоколирует все изменения в документации CIG, начиная с 2015 года. И по его словам, бейкеров уже давно постепенно лишили всех прав. Разработчики более не обязаны предоставлять вкладчикам финансовые отчеты, как обещали во время кампании на Кикстартере. И более того, теперь они даже не обязаны выпускать игру. Star Citizen может до скончания веков болтаться в альфа-версии. На Крисе Робертс и его кампании это не скажется никак. В общем-то студии и так никуда не торопятся. Сюжетная кампания Squadron 42 уже в который раз отложена, зато корабли и наборы стоимостью в тысячи долларов регулярно появляются в игровом магазине. И деньги продолжают поступать на счет, с которого их вернуть невозможно. По данным свежего исследования аналитического агентства SuperData, бесплатная королевская битва в Fortnite Battle Royale с момента релиза уже принесла своим создателям более миллиарда долларов. Этого Epic Games удалось достичь благодаря выпуску огромного количества косметических нарядов и украшений. Аналитики убеждены, не все покупатели осознают, что разноцветные дельтапланы, эмоции, граффити и шлемы не принесут им игрового преимущества. Ранее уже подсчитали, что мобильная версия Fortnite в пять раз прибыльнее своего главного конкурента PUBG Mobile. Хотя игроков в ней намного меньше, деньги они тратят много охотнее. Для сравнения, лишь 35 современных фильмов сумели перебраться через миллиардный порог кассовых сборов. А в игровой индустрии самым популярным на всех платформах остается жанр королевской битвы. В частности, на Твиче только в мае просмотры игр этого жанра заняли около 700 часов, и из них 83% пришлись на Fortnite. Неудивительно, что собственные версии популярных битв готовят разработчики Battlefield V и Call of Duty Black Ops 4, и лишь 343 Industries уверяет, что Halo Infinite обойдется без режима Battle Royale. Разработчики ремейка Resident Evil 2 намерены не столько скрупулезно воссоздать оригинальную игру на базе современных технологий, сколько воспроизвести былую атмосферу хоррора для актуальных сегодня платформ. Для этого команде Capcom понадобилось в числе прочего расширить повествование, уделив большее внимание декорациям, локациям и персонажам. Многие герои в оригинале 98-го года могли появиться на пару секунд, после чего навсегда исчезали из сюжета. Разработчикам хотелось убрать фальшивость подобных моментов, поскольку она частично нарушала погружение в мир игры. Не так давно бренд-менеджер Capcom Майк Лун сообщал, что для авторов ремейка было важно сделать игру, которая подойдет как старым поклонникам, которые затерли оригинал до дыр, так и новичкам. Фанаты до этого могли пройти игру тысячи раз, но в новой версии классики для них найдется много свежих сюрпризов. Именно поэтому новая игра называется Resident Evil 2, а не Resident Evil 2 ремейк. К примеру, в оригинале каждый раз, когда игрок в полицейском участке достигал определенной точки, около окна проползал Лизун. В ремейке от этого избавились, из-за нелюбви к дешевым скримерам. Мы хотим, чтобы игрока пугала атмосфера и новые приемы, а непростое перемещение старых трюков в новой части здания, говорит Лун. Мы хотим переосмыслить многие аспекты оригинала. Это касается и головоломок, в них нет никакого интереса, если вы уже знаете, как их решить, и противников. Зная их расположение, вы не сможете всецело погрузиться в этот мир. Мы же хотим удивлять вас. Поэтому да, мы кое-что изменили, но в целом это та же самая игра. Конец цитаты. Ремейк Resident Evil 2 выходит 25 января на PS4, Xbox One и PC. В цифровых магазинах уже стартовали сборы предварительных заказов. Участники форума Reset Era обратили внимание на новую вакансию в студии Sony Santa Monica. Авторы недавней God of War начали поиск талантливого художника, которому предстоит помочь в разработке визуально ошеломляющей игры только для PlayStation. В этом неизвестном проекте множество разнообразных персонажей и существ, глубоко связанных с мифологией произведения. Все они частично вдохновлены реальной историей. Одной из задач специалиста станет работа с руководителем художественного отдела и другими подразделениями по созданию, цитата, персонажей, богов, существ и обычного реквизита. В начале июня старший художник Sony Santa Monica Нейт Стивенс рассказал, что следующая часть God of War станет масштабнее, лучше и продолжительнее, а команде предстоит поломать голову над тем, как бы превзойти самих себя в сиквеле. God of War вышла в конце апреля и вскоре стала самым высокооцененным оригинальным релизом для PS4, а также самым успешным проектом Sony для текущего поколения консолей. За первые три дня общий тираж превысил 3 миллиона копий. Вскоре творческий руководитель проекта Кори Барлок подтвердил, что у разработчиков нет планов по созданию сюжетных дополнений. Продан миллионный экземпляр стратегии Jurassic World Evolution. На достижение такого результата потребовалось пять недель. ПК-версии Monster Hunter World и Resident Evil 2 будут снабжены Денуво. Call of Cthulhu выйдет на ПК и консолях 30 октября. Финальное дополнение для South Park The Fractured But Whole под названием «Добавить хруста» поступит в продажу 31 июля. Мечта тысяч фанатов серии Uncharted наконец-то сбылась. Нейтан Филлион сыграл Нейтана Дрейка. Правда, лишь в неофициальной короткометражке режиссера Алана Унгара. Компанию ему составил Стивен Лэнг из «Аватара» и хитового триллера «Не дыши». Это позволяет с уверенностью назвать работу самым звездным фан-фильмом из всех когда-либо снятых. По сюжету Дрейк ищет затонувший клад стоимостью в 2 миллиарда долларов. Для этого ему нужно выкрасть у мексиканских бандитов переписку путешественника Афонсо де Альбукерке и самого Фернана Магеллана. В без малого 15 минут вместились разгадывания исторических ребусов, превосходно поставленные перестрелки и драки, а также блестяще написанные диалоги. В общем, все, за что любят Uncharted. А Нейт Филлион, несмотря на свои солидные 47, все еще идеальный Дрейк. Жаль, у студии Sony совершенно другие планы на экранизацию. Но, кто знает, может нынешние 3 миллиона просмотров за неделю переубедят кинобоссов, и мы еще увидим полнометражку от Унгара. Михаил Крамер, известный работами по мотивам культовых фильмов в редакторе GTA 5, поделился своим новым творением. На этот раз он создал трейлер несуществующей игры Robocop 4, продолжение знаменитой серии фильмов, но в новом формате. Согласно задумке умельца, после взрыва главного здания OCP в Детройте воцарился покой. Robocop переводят в полицейский департамент Лос-Анджелеса, где он продолжает бороться с преступностью. Эта идея отличается от несостоявшегося сценария второй части киносерии, который недавно взял за основу режиссер Нил Бломкамп. Так что мы получаем уже второй вариант возрождения франшизы. Крамер также использовал в своем трейлере несколько известных сцен с Питером Уэллером. Не факт, что фильм Бломкамп сможет похвастать участием уже немолодого актера. Энтузиаст Джулио Нипп поделился новой версией своей модификации, которая добавляет в GTA 5 невероятного Халка. Отныне Зеленый Великан обладает 17 способностями. Самые эффектные – падение с огромной высоты и возможность вытащить из самолета или вертолета всех находящихся внутри людей прямо в воздухе. Сами посмотрите, теперь на улицах Лос-Сантос отворится полный хаос. К сожалению, новая модификация доступна только тем, кто ежемесячно жертвует Джулио по 2 доллара на Патреон. Нипп уже не первый раз радует своими модификациями. Ранее он добавил в GTA 5, Флэша, Железного Человека, Таноса и других известных персонажей комиксов. Впервые Халк благодаря усилиям Джулио появился в игре в 2015 году. Трибьют нестареющим японским хитам от художника Куцувы. Кровавые рисунки комиксиста Андре Лимы Арауя. Прелестные миниатюры Ли Ю Лина. Меланхоличные работы Ксении Маликовой. Очередной блестящий ремонт в State of Decay 2. Вы лежите, отдыхаете, а я пока поеду. Возможно, самая странная модификация для МГС. Приятель, ты куда уплыл? Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МГС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова